привет друзья весна стоит на пороге это значит что впереди у нас большое количество зелени и свежих овощей сегодня хочу вам показать вариант не традиционного но достаточно популярного и известного бахш плова бахш плов это зеленый плов который готовится с большим количеством зелени отличительной его особенностью является то что в нем используется говяжья печень давайте начнем готовить и первое что нам нужно сделать это запарить рис будем использовать длинный зерновой рис можете использовать дивизиру или любой другой рис на ваш вкус нужно его хорошенько посолить две ложки с горкой будет достаточно и заливаем рис горячей водой и теперь нам нужно зачистить и подготовить печень и нарезать мясо но прежде чем мы начнем хотел порекомендовать вам магазин им х шоп вы можете приобрести узбекские казаны печи под казаны афганские казаны торцевые доски и многое другое а недавно им х шоп стали официальными дилерами ножей таджира покупая ножи таджира на сайте им х шоп вы можете быть уверенными что получите оригинальный нож прямиком из японии доставляют по всей россии и по всему миру в каждую точку просто напишите им вот сап чтобы узнать условия доставки ваш регион а если напишите что пришли от тихона получите приятный бонус но мы продолжаем у меня здесь вот такой потрясающий японский нож на кире и классический шеф нож ножи острые как бритва будьте очень аккуратно говяжью печень нужно зачистить от пленки немного подевая ножом и при помощи рук и пальцев отсоединяем шикарная печень как шоколад и чтобы нарезать печень мелкими кусочками как это полагается для бахш плова ее нужно ошпарить отправляем ее в горячую воду минут на 10-15 а пока печень бланшируется мелко нарежем курдюк и баранин первые у вас появились чувствует что лето курдюк нарезан переходим баранине буду использовать мякоть задней ноги печень можно вытаскивать пускай остывает а пока печенка остывает нам нужно порубить кубиком 4 луковицы еще одна отличительная особенностью этого плова является то что в него не идет морковь но как я и говорил идет большое количество зелени нам нужно порубить петрушку базилик кинзу и зеленый лук все это отправится прямиком в плов зеленый базилик и петрушка не жадничайте зеленью она даст основной вкус вашему бахш плову и теперь мелко нарезаем остывшую печень отлично теперь все продукты готовы чтобы стать нашим бахш плову казан разогревается наливаем туда растительное масло и первым делом слегка обжариваем баранину в этом плове ни один из ингредиентов не нужно сильно зарумянить закладываем баранину мясо побелело отправляем к нему вытапливаться курдюк ждем буквально одну минуту и как курдюк начал отдавать свой жир отправляем туда обжариваться репчатый лук нам нужно дотушить его до белого мягкого состояния не золотить и вслед за репчатым луком отправляем печень протушим буквально полторы минутки и загружаем большую часть зелень зеленью обжариваем буквально одну минуту даже 30 секунд она не должна потерять свой цвет добавляем большое количество соли и черного перца это единственные специи которые нужны бахш плов зирвак нужно чуть-чуть пересолить чтобы потом он эту соль отдал в рис черный молотый перец его должно быть много хорошенько посолить и заливаем воду закрываем крышку и выдерживаем зирвак 20 минут супер зирвак вратомился самое время добавлять рис смешаем его с оставшейся зелень просто красота выкладываем рис и разровнять теперь на среднем огне пропариваем наш рис 15 минут после этого его можно будет перемешать прошло 15 минут рис на полу готовности сейчас его можно перемешать закрываем крышкой убираем полностью жар и ждем полной готовности риса это еще примерно 15 минут смотрите какой красавчик и делаем небольшие отверстия чтобы пару было легче выходить ну что друзья рис полностью пропарился рассыпчатый красивый и готов можно отправляться за стол друзья спасибо за вашу поддержку за ваши лайки и комментарии и за то что делитесь нашими рецептами со своими друзьями за вас давайте пробовать пахнет и молдиана спасибо за просмотр! вкус нет Продолжение следует...